Мир вам! Ты услышал? Хорошо. Еще не старый. Андрей услышал. Псалом 33. Я сначала на английском прочитаю, а потом переведу. С 12 стиха. С 12 стиха. С 12 стиха. С 12 стиха. Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие Себе. С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Не спасется царь множеством воинства, Исполина не защитит великая сила. Не надежен конь для спасения, не избавит великую силою Своею. Вот око Господне над боящимися Его и уповающим на милость Его, что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их. Душа наша уповает на Господа. Он помощь наша и защита наша. О Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя. Как обычно задают вопрос, да, американцы. How are you guys doing? Как у вас дела? Вот просто заметьте, как мы обычно отвечаем. It's good. Everything is super good, да? Если мы не хотим развивать дальше разговор, мы просто отвечаем, что все хорошо. Но мы же знаем, что не всегда так. Things are not always good. Every day there's some kind of struggles, какие-то переживания. There's things that we worry about. There's issues that come up. There's struggles in your everyday life. All our sins and griefs to bear What a privilege to bear Everything to God I pray Oh, a peace we often forfeit 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 All because we do not carry Everything to God I pray Have we trials and temptations Is there trouble anywhere We should never be discouraged Take it to the Lord in prayer Can we find a friend so faithful Who will all our sorrow share Who will all our sorrow share Jesus knows our every weakness Take it to the Lord in prayer Are we weak and heavy lately Powered with the Lord in prayer Powered with the Lord in prayer Powered with the Lord in prayer Wrecious Savior, still our refuge Take it to the Lord in prayer Do thy friends despise forsake me Take it to the Lord in prayer Take it to the Lord in prayer Take it to the Lord in prayer In His arms He'll take it shieldly Thou will find us all as pain What a friend we have in Jesus All our sins and grief to bear All our sins and griefs to bear What a privilege to bear What a privilege to bear Everything to God in prayer Take it to the Lord in prayer Да, если вы заметили Там слова высветили на русском, на английском И на русском звучит Скажем Господу о том, да Я в пятницу имел разговор с одним служителем И как-то мы разговорились И он мне рассказал, как он общается с Богом И мы пришли к тому, что вот каждый человек Находит как-то по-другому вот этот вот личный разговор с Богом Он говорит, ему нравится просто идти в парк И он вот читает что-то или слушает проповеди И он как-то в этом вот, где он там на лавочку свою сидит И он начинает разговаривать с Богом Другие любят закрыться в комнату И иметь очень такие интимные разговоры с Богом Каждый человек находит какой-то другой метод Или другой вот свой формат, как он общается с Богом Но заметьте, что нельзя не общаться с близким человеком Или с близким Бога нельзя назвать человеком Бог нам близок Мы обязаны иметь какое-то общение Как оно бы не выглядело Но это должно быть Сейчас у нас есть возможность Может, некоторым не нравится этот формат Да? Но Мы хотим поощрять это в нашей церкви Чтобы мы молились Чтобы мы как-то говорили Богу Ну, все, что на сердце Да? Вот Мы знаем, что Бог все знает Мы знаем, что Бог все видит Он понимает Он же Бог, да? Зачем Богу нужно, чтобы мы Ему говорили? Да? Вот Я всегда своим детям напоминаю Что вот Как мы спасаемся Да? Человек В Римляне написано, что Человек должен поверить And confess И сказать Провозгласить, да? Зачем это надо? Зачем нужно? Не достаточно ли Богу, чтобы мы просто поверили? В этом есть сила Когда мы проговариваем вещи When we speak things out loud They give us power Когда мы Богу что-то говорим В слух Или в сердце нашем Когда мы открываем Ему Это для нас полезно Сейчас у нас возможность есть Найдите близкого человека Найдите ли того, кого вы вообще Может быть очень плохо знаете Несколько слов Скажите Богу спасибо за прекрасное утро Спасибо, что у нас мир У нас над нами не летят Ни какие-то бомбы Как в близких В родных краях наших Это происходит Соберитесь с группами Мы дадим несколько минут Чтобы мы могли помолиться И потом мы продолжим С прославлением нашего Господа Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Я благодарен Тебе, Господь, что Ты Еще милующий Бог Что мы еще живем во время благодати Что мы имеем возможность, Господь, свободу служить Тебе Привилегию служить Тебе Господь, я прошу Тебя Благослови Тебе нашу церковь Твою церковь Но нас лично здесь, эту поместную церковь, церковь любви, Господь, чтобы мы могли действительно отражать Тебя и Твою любовь. Отец, благослови нас, Господь, когда мы будем Тебя прославлять. Дай, Господь, чтобы мы отреагировали на Твое слово, на то, что мы, Господь, сегодня услышим, чтобы это принесло пользу и рост, и чтобы мы каким-то образом, Боже, служили Тебе больше и исполняли Твою волю. Бог мой, мы любим Тебя, прославляем Тебя. Будь прославлен. Аминь. Все, продолжаем. Мы еще споем с нашими молодыми with our worship team, и потом сразу после нашего пения брат Юрий Шилов скажет слово. Оно будет на английском, но, как мы напоминаем часто, у нас есть перевод. Если вы хотите услышать на вашем родном языке, пожалуйста, возьмите себе наушники. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Тебя. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Тебя. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok And my brothers, for whoever does the will of my father who is in heaven, he is my brother and sister and mother. So beginning to read these this verse, we understand that this is a very large group of people around Jesus. And when Jesus says, who is my mother, he's not disregarding his earthly mother. Jesus separates two families. Or should I say he widens our view on the two families that are going to be in front of us today. First, we see that he says, who is my mother and who are my brothers? Even though his biological mother and his biological brothers and sisters are staying outside telling him that they want to speak to him. When Jesus was alive, the culture around him was extremely family based. To make connections or to have connections, you must understand that without your family, you're not going to get any connections. If you are not having a father figure, a mother figure, or for example, a brother who can show you, or in Jesus' case, carpentry. He was born into a carpentry. His father was a carpenter and he was a carpenter on top of it. Connections. And by saying, who is my mother and who are my brothers, Jesus isn't rejecting his earthly family. Instead, he expands the definition of family. After Jesus says, who is my brother and my brothers, Jesus points to his disciples, indicating that those who do follow him and his father's will are also his family. This includes everyone who puts down their life for God, who commits their life to God, who goes out of his way for God. He is family. This is the reason why, when in the mornings we come to church, or Fridays or Thursdays, we do say brothers and sisters, don't we? Well, that's because all of us are following God's will. All of us are there listening to what God has to say. And that puts us into the family. But let's continue reading. He says, after pointing to his disciples, for whoever does the will of my father that is in heaven is my brother and sister and mother. Jesus clarifies to the crowd after pointing to his disciples that being part of his family, you must do the will of our father. To some people, they might have not understand, might have been like, just confused. When Jesus said that, after rejecting his earthly mother and pointing to his disciples and saying that, they're my brothers, they're my family. Jesus explains that in order for us to be called brothers and sisters, brothers, first must come in the understanding of what our father's will is. Central to God's will is the commandment to love. Loving our God with all our heart, with all our soul, with all our mind. Like we're going to, like in Matthew 22, 37. And after we develop the love, we kind of understand it. We kind of have the basis. Okay. Okay. God's will for me is to love other people. Okay. I'm making the first step into joining his family. Okay. What's next? Even though loving other people is important into doing, into showing that I am a Christian in order to step out of my comfort zone. After loving God and doing the will, you become more obedient. The obedience will start to grow and actions will start to give fruit. And after we understand this, it's not going to be enough to hear God's word. doing the uncomfortable, by doing the stuff that says, Matthew 22, and then going down and seeing the will of God from Micah 6, 8. that's when we start to step into his family. We start to see that our family members are the same as us. And doing the justice and mercy and God's will and walking in front of God humbly. When reading this and reading the God's will for us, we cannot say that serving others and caring for the needy, comforting the broken heart and serving others selflessly. God wants us to do that as well. And so, Jesus explained to us that the people who follow God are his family as well. Not only his biological parents that are on earth, but anyone who walks with God in spirit. With all of that, we now can narrow down to this new community. I wouldn't even say community, but the unity in Christ that comes with this understanding of what Jesus was talking about about family in this chapter. And regardless of our backgrounds, we are united in Christ. this new family, it doesn't have barriers like cultural barriers. It doesn't have social barriers. It doesn't have economic barriers. This family that we freely join, that we love, that we see grows with every single day, that we understand that God is always in the mix, this family is the best family you could ever ask for. This is one of the families that I could with zero strength, I could still with even a meek cry out, I could just cry out and just beg my father to help me and he's going to be there instantly. He's going to be there to help me. And to finish up, I just wanted to say as a part of God's family, we are to call to support each other, to help others. This means to be there in the times of joy, in the times of sorrow, in the times of someone's burden, to give them your shoulder. This is the family that Jesus is talking about. Jesus is talking about a strong, reliable, loving family. Amen. Dear God, I want to thank you for today, Lord. I want to thank you that you allowed us the opportunity to wake up today, Lord, for you allowed us to just come to church, Lord, and to listen to what you have to say, to listen to the wonderful worship, Lord. I want to pray for this family right here, right now, Lord. You see, this is my family, Lord. You see, this is everyone's brothers and sisters that are standing here, Lord. I want to pray for this family, Lord. I want this family to continue growing. I want this family to be with you, Lord. And just thank you. Thank you for allowing us to step into your family, Lord. Thank you. Amen. Now we have time to introduce the people who want to take the Christ and to take the God's In this year we want to introduce them. Please come come to to come to come come to Наташа Скопкарева, Матфей Скопкарев. Пожалуйста, проходите. Ходите сюда, где будет вас видно. Хорошо. Окей. Здесь молодые люди, прекрасные молодые люди, которые хотят в этом году заключить завес Бога. Они верят Богу. Они знают Его. Они приняли Его своим личным спасителем. Те братья, которые проходили с ними занятия, они могут это подтвердить. Я могу точно это сказать. Я здесь, и я подтверждаю. Но хотелось бы, чтобы один вопросик вам задать всего. Скажите, пожалуйста, церкви. Вы хотите заключить завес Бога, чтобы вся церковь услышала? Они хотят. Они верят Богу. Они знают, что Он их Небесный Отец. Они понимают, что такое крещение. У нас есть еще один человек. Он сегодня, к сожалению, приболел. Он заболел, а не может быть здесь. Это Полухин Вадим. Мы с ним тоже разговаривали и разговариваем. Конечно, молитесь и о нем, чтобы Бог послал здоровечка, и он тоже мог исполнить свое желание, закричить завет с Богом. Хотелось буквально несколько слов сказать. Водное крещение – это обещание Бога, Богу доброй совести. Это не стараться жить, не исполнять добрую совесть, а жить в доброй совести. Требование Бога – это иметь в себе добрую совесть. В принципе, о том, что мы с вами уже говорили. И погружение в воду, когда человек погружается в воду, человек становится другим. Он обещает Богу, что он будет служить Богу, и он, выходя из воды, становится совершенно другим человеком. Это сменяется жизнь у человека. Добрая совесть, она должна постоянно пребывать в человеке, постоянно должна пребывать в вас. Добрая совесть – это требование Божье. Добрая совесть, когда вы принимаете крещение, вы обещаете Богу, что эта добрая совесть всегда будет с вами. Всегда будет у вас. Это Бог. Она дает вам жизнь. Благодаря этому чувству, присутствия Бога у вас. Мы люди все грешные. Мы все это решаем. Но вот это состояние, оно будет помогать вам двигаться вперед. Понимая Бога, имея добрую совесть, вы будете вставать после своих ошибок, если они будут, лучше бы их не было. Будете вставать и идти вперед, исправляясь и делаясь лучше и лучше. Кремленам записаны такие слова. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа и Иисуса, в смерть Его облеклись? Вы приняли решение жить с Богом. Вы приняли решение изменить свою жизнь. Вы приняли решение принять решение исполнить Божие повеления, стать членами церкви, быть детьми Божьими и жить с Ним. Это самое главное решение в жизни, которое может принять человек. Самое правильное, самое верное. Здесь еще один, хотел прочесть один стих от Марка, 16 глава, 16 стих. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Крещение – это необходимый шаг в жизни. Мы очень рады, мы очень довольны, что в нашей церкви, наши молодые люди, наши дети, наши внуки становятся взрослой душой, взрослой умом. Они понимают прекрасно, что отношение с Богом – это самое важное. Они прекрасно понимают, что крещение – это необходимая часть жизни для того, чтобы быть Божьим ребенком, для того, чтобы быть Христом, для того, чтобы получить спасение. Это заповедь Господня. И мы очень благодарны Богу, что они есть, эти молодые люди, прекрасные, у которых впереди еще жизнь, но они уже сделали свое решение изменить свою жизнь. Благодарность Богу. Мы очень счастливы. Мы хотим, чтобы вы были со Небесным Отцом всегда. Мы хотим, чтобы наша церковь, вы теперь видите молодых людей, вы их знаете. И, конечно же, молиться и за Вадима Палохина, чтобы вы о них молились. Чтобы мы их молились, чтобы сатана их не побил. Чтобы сатана дал им сил. Чтобы сатана, чтобы Бог дал им сил. Извините, чтобы сатана никогда не утратил то, не убил то, что у них есть. Хорошее, доброе от Бога. Так что, пожалуйста, молитесь о них. И мы ждем вас на крещении, которое Бог позволит нам провести 14 июля в 11 часа утра. Есть адрес, все у вас есть. Пожалуйста, давайте помолимся и встанем и вы присядете. Наш Небесный Отец, Ты видишь нас, Ты видишь нас всех, мы у ног Твоих с огромнейшей благодарностью стоим перед лицом Твоим и просим Тебя. Прости нас. Прости нас, Господи, что за те согрешения, за те преступления, которые мы делаем в жизни, Господи, и услышь нас. Мы просим Тебя сейчас о этих молодых людях и о Вадиме, который болен. Пожалуйста, Господь, укрепи их, будь с ними. Не оставь их. Господи, сохрани от лукавого, чтобы он никогда не мог победить и ничего не мог сделать в их жизни, Господь. Пожалуйста, благослови их. Не оставь, а мы молим Тебя и просим Тебя, чтобы Ты был с нашей церковью, дал возможность иметь этот праздник, праздник крещения. Господь, поклоняемся Тебе, наш Бог. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Окей. Готовимся к празднику, да? 14 июля, как вы уже видите, по адресу, это обычно, где мы проводим уже несколько лет подряд, по-моему, у нас долгое время уже не менялось. Так что поставьте в календарики ваши, чтобы мы могли отпраздновать like a real party, yeah? Сейчас будет возможность у нас у всех поучаствовать в материальном служении на нужной церкви и на различные другие, чтобы церковь могла жить. И несколько объявлений. У нас молодежные служения проходят по пятницам в 7 часов вечера. Если вы новые, если вы не знаете, то вы можете подсоединяться, привозить ваших детей. Мы принимаем с 14 лет и старше, like high school. we make exceptions. So если там чуть-чуть, we will not turn you away. И еще одно объявление у нас. Мы готовим иметь молодежный лагерь. Это 31 июля по 4 августа. Мы обычно эти вещи обговариваем на наших молодежных общениях. так что если вы туда приходите, то информацию вы всю получите. Youth Camp July 31 through August 4 Братья, пожалуйста, приготовьтесь для материального служения. Мы сейчас помолимся и прославим Господа пением и потом мы еще послушаем слово, которое скажет брат Никита Коршенко. Пожалуйста, прошу вас всех встать. Господь, Отец, спасибо тебе за то, что жизнь в церкви продолжается. У нас есть молодые люди, Господь, которые проявляют желание и they choose to give their life to you, Lord. They openly dedicate their life to you, Lord. It's a big step and the church is getting ready to celebrate, Lord. I pray over them to bless them, to keep them, Lord. Bless the church to get ready, Lord. Bless us to finish up our service, Lord, and the word, and the offering, and all of the wonderful things that we have. Be blessed by everything that happens here. Amen. Amen. Есть на небе город, чудные горы цвета, там нужны болезни, и вечерин нету, там живут святые, там играют пусть и, восхищая славу, пусть падают Иисусу. Иисусу. Болезни там нет, приказы там свет, и Иерусалим, там вечно живут, там песни поют, и Иерусалим. Ты город живет, ты город святым, и Иерусалим. Иерусалим, Тебе я стремлюсь, слабо я солюсь, Иерусалим. 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 Чтоб покой в душе найти, и Иерусалим. Болезни во мне, прекрасны во вскоре, и Иерусалим. Там песни живут, там песни поют, и Иерусалим. Ты город живет, ты город святым, и Иерусалим. Иерусалим. К тебе я стремлюсь, слабо я солюсь, Иерусалим. Здравствуйте, мои сестры, там мы будем вместе воспевать Иисусу радостные песни. Бога. Иерусалим. Иерусалим. Иерусалим, Иерусалим, Иерусалим. Иерусалим, 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 Там песни поют, Ты город живы, Ты город святы, Иерусалим, Тебе я стремлюсь, с Тобой я союсь, Иерусалим. Иерусалим, Иерусалим. Иерусалим, 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 Иерусалим. Иерусалим, 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 Иерусалим. Иерусалим, 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 Иерусалим. много людей, чтобы его было лучше слышно, тогда не было микрофонов, не было колонок, он сел в лодку и начал учить людей, потому что озеро само, оно дает вот этот определенный такой эффект акустики, да, что можно говорить, и много людей будет вас слышно, будет слышно, да. Третий стих, и получал их многими притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, налетели птицы и поклевали то, а иное упало на место каменистое, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока, когда же взошло солнце и увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, выросло тернии, заглушило его, иное упало на добрую землю и принесло плод одно во сто крат, другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Кто имеет уши слышать, да слышит. И далее ученики задают ему вопрос, для чего ты притчами говоришь нам, да, им, да, им они обращают. Зачем ты притчами, Господь, говоришь им, да. И Господь отвечает, да, Он сказал в ответ, для того, чтобы вам дано знать тайны Царствия Небесные, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и того, что имеет ваши же блаженные очи, что видят и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите и не видели, и слышать, что вы слышите и не слышали. Я некоторые стихи пропустил, мы вернемся к ним. 18 стих. Вы же выслушаете значение притчи о сеятеле. На самом деле, очень просто говорить здесь с одной стороны, кажется, потому что сам Господь объясняет эту притчу, да, то есть он дальше выслушаете значение этой притчи. Есть притчи, которые Господь не объясняет. Если мы будем изучать их, очень сложно объяснить эти притчи, но эта притча, она достаточно простая, да, здесь на самом деле три категории пропавших даром семян. Их посеял сеятель, но они пропали. Три категории пропавших даром семян. Мы посмотрим на эти все три категории. Одно, последнее, четвертое, да, попадает в землю хорошую, плодовитую и приносит плод и произрастает и так далее. Первая категория – это поселенных при дороге, да, это слушающие слово о царстве, там так написано, да. Четвертый стих, когда он сеял, иное упало при дороге, налетели птицы и поклевали, то, девятнадцатый стих – это объяснение этой притчи, ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот каково означает посеянное при дороге. Неразумеющему, в новом русском используется слово непонимающему, да, то есть в английском don't understand – непонимающему, да, и дальше дьявол крадет snitches away. Как-то это странно, да, человек не понял, и еще вдруг дьявол похитил. Он все равно не понял, и дьявол похитил. Да, эти люди, которых Слово Божие не коснулось, это люди, которые жестоковыйные Библии, там, я пропустил, мы сейчас прочитаем от 13, 14, 15 стихи 13 главы Матфея, они имеют уши, но они не слышат, отказываются принять благую вещь. А что такое жестоковыйный? Я сам не знал, что такое жестоковыйный. Упрямый в новом русском языке, упрямый. Они сопротивляются Слову, они не соглашаются со Словом. У нас есть это упрямство, у некоторых людей есть это упрямство. Смотрите, что говорит Господь 13, 14, 15 стихи 13 главы Матфея. «Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют». И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит слухом, слухом услышите и не разумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули. Да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не разумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Сегодня каждый, кто не имеет Христа личного Спасителя, кто не знает, кто не встретился с Господом лично, нуждается в исцелении от Господа. И более того, смотрите, что говорит Господь. Он говорит, раньше мы читали, «Ибо говорю вам, что многие, 17 стих, пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». И сегодня мы тоже имеем эту привилегию, потому что это слово, оно записано в Евангелии, оно записано в Библии, оно оставлено нам. Это очень важное слово, потому что это может быть самое главное слово. Люди сегодня строят очень много планов, да, на эту жизнь, которая очень временна, но они не очень много строят планов на бессмертную жизнь, которая будет продолжаться в вечность. Мы заботимся сегодня о жизненном, да, что у нас сегодня здесь, чтобы комфортабельно было, чтобы у нас все было замечательно. А жизнь вечная нас как-то, вы знаете, ну так, по-хорошему, порой не очень интересует. Особенно молодые, то есть, да, я уже, наверное, не такой молодой, там в будущем, когда-нибудь, сейчас, вот здесь, нужно все это решить. Да. С нечезу вей, да, то есть, украл, и второе, не понимают. Глазами, глаза свои сомкнули, уши с трудом слышат, и не увидят глаза, и не услышат, чтобы я, это Господь говорит, я исцелил их. Сегодня мы нуждаемся в исцелении нашему Господу, да. Жестыковые, вот это 50, интересное деяние, 7 глава, 51 стих, там на самом деле в 7 главе речь Стефана, перед высшим советом, речь Стефана, перед тем, как его побьют камнями, там, кстати, сидел Савл и слушал, истерег там одежды, там написано, да. Смотрите, что он говорит, Стефан, деяние 7, 51, жестыковые, это упрямые, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы, жестыковые, упрямые. Это люди, которые упрямые, да. А мы также читаем, в новом русском, да, упрямые используют это слово, да, вы упрямый народ с необрезанным сердцем и ушами, но в русский перевод, вы всегда противитесь Святому Духу, как и ваши отцы. И Еремия также пишет, смотрите, пророк Еремия 17, 23, которые, впрочем, не послушались и не преклонили ухо своего, но сделались жестоковыйными или упрямыми, да, чтобы не слушать и не принимать наставления, в английском, the stubbornly refused to pay attention, упрямство. Люди порой упрямые, они хотят слышать, дабы не обратились, и я не исцелил их, как говорит Господь, да. Коринфянам 10, глава, с 1 по 5 стиха, апостол Павел описывает то время, когда израильский народ шел в пустыне, да, помните, с 1 стиха, не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы ваши, наши, да, все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Христос уже был тогда, слышите, камень, из которого пили, это был Христос, да, но не о многих, он Христос был всегда, мы знаем об этом, но в данный момент нам, как бы, Павел открывает, да, вот эту тайну, которую, может быть, и не знали они тогда, да, но не о многих из них благоволил Бог. Смотрите, они все, как бы, им всем было дано это спасение, но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне, они были поражены в пустыне. Да, это посеянные при дороге. Кто слышит весть о царстве, не понимает, don't understand, не понимает, приходит дьявол, крадет, snitches away, the evil one, snitches away, да, не понимает. Есть еще и другая, вторая категория, да, людей, посаженные на каменистое место. Давайте мы посмотрим вторую категорию. Иного упала на место каменистое, это пятый стих Матфея, да, где немного было земли, скоро взошло, потому что земля была не глубока, скоро взошло. Когда же взошло солнце, увяло и как не имело корня, засохло, да. Давайте посмотрим объяснение, что же говорит нам Господь, а Господь объясняет это 20-21 стихи, Господь объясняет, что это значит, Он говорит, посеянный на каменистом местах означает, что кто слышит Слово, и тот сейчас с радостью принимает Его, то есть Он с радостью принимает Его, это Слово. Вы встречали людей таких, которые с радостью принимают Слово Божие, да, но не имея в себе корня, вот это важный момент, который хочу подчеркнуть, не имея в себе корня, да, непостояниен человек, да, когда наступает, вот очень важный момент, наступает скорбь и гонение за Слово. Скорбь и гонение за Слово. Не имея в себе корня, тотчас соблазняются. Гонение за Слово это понятно. Ну как, нам-то непонятно, людям старшим понятно. Те, кто помнят это советское время, когда вам не разрешали работать на хорошей работе, когда вас, как бы, постоянно вас, как бы, делали вторым сортом, да, помните, люди, многие, я знаю, люди заканчивали высшее образование, не всем давали дипломы, было такое время, давали справку об окончании. Ты учился, ты умный, ты талантливый, но ты гонение за Слово. Это было тяжелое время, было очень трудное время, смотрите, на камни, они с радостью принимают, они каются, принимают, может быть, даже крещение принимают, наступает скорбь и гонение, они не имеют корня, непостоянный, ту же соблазняются те, которые строят дом на песке. Помните, строят дом на песке, еще одна притча. И когда пошел ветер, пришли гонения, испытания пришли, трудности, да, и ураган скорбей, они не имели фундамента, твердой веры, не имели фундамента твердой веры. Их вера бывает неискренняя, и они отпали, и они соблазнились, как написано в 21 стихе. Не имели корня, пришла скорбь, пришли гонения за Слово. Я хочу, позвольте мне прочитать несколько стихов из нашего очень любимого Псалма 90-го. Псалма 90-го, живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Псалм 90-й, тот Псалм, который многие из нас заучивают наизусть. Это замечательный Псалм, это прекрасный Псалм. Псалм, который радует нас, который, мы читаем его с каким-то вдохновением, с огромной любовью. Второй стих говорит Господу, прибежище мое, защита моя. Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца и от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение истины его. Замечательный Псалм, не так ли? Кстати, кстати, этот Псалм не говорит. Он не говорит, что детям Божьим не нужно будет сталкиваться с трудностями. Он об этом не говорит. Мы часто говорим, знаете, есть такое Евангелие благополучия. Если ты примешь Христа, у тебя будет замечательно все в твоей жизни. У тебя все в жизни будет прекрасно. Этот Псалм не говорит, что беды, болезни не будет. Этот Псалм не говорит. Более того, Библия учит нас, и мы посмотрим, да, к римлянам мы читаем 8, 28, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Но это хорошо читать это место, когда в нашей жизни все замечательно, когда у нас все прекрасно, когда у нас в семье все замечательно, когда у нас с детьми все хорошо, когда у нас финансовое благополучие, когда с бизнесом у нас все хорошо, бизнес никто не судит, когда у нас все нормально на работе, замечательно, когда нас все любят, когда нас все говорят хорошо, это замечательно. Мы можем смело говорить, как с апостолом Павлом, любящим Бога, призванным Его по изволению, все содействует ко благу. Но когда наступают трудности, вот тут возникает очень много вопросов. Господи, я на тебя уповал. А почему же возникли эти трудности в моей жизни? Может, я что-то делаю не так, есть еще люди, которые придут и скажут, ты, наверное, помните, как друзья Иова, Бог поругаем не бывает, ты что-то там. А наступают сложности в жизни, да? Смотрите, скорби и гонение за слово. Скорби и гонение за слово. Более того, в Псалме 90, да, смотрите, 15 стих, удивительный стих 15, воззови ко мне, и я и услышу его, а дальше Господь говорит, с ним я в скорби избавлю и прославлю его. Господь не говорит, что я избавлю тебя от скорби, 15 стих. Он говорит, я буду с тобой в скорби, я буду рядом, воззови ко мне, я буду тебе помогать, я буду твоим поддержкой, даже когда все отвернутся от тебя, когда все будут смотреть на тебя и говорить, ты какой-то, что-то с тобой не так, я с тобой буду рядом. Так говорит Господь. Какое удивительное обещание, это, кстати, подчеркивается, есть еще одно удивительное место, но люди, которые услышали это слово, да, они поверили, они как-то доверились Богу, сказали, ну у меня теперь, и вдруг начались скорби и гонения, возникли трудности, и они соблазнились, а Господь говорит, с ним я в скорби. Сегодня Господь, если ты в скорби, воззови к нему, он будет с тобой, он тебя не оставит, он тебя не бросит. Удивительная история, которая записана в Даниила, 3 глава, 23 стих, да, вообще вся 3 глава Даниила. Там были такие три еврея, в седрах Месаха Авдинага, там был еще Даниил, три мальчишки, которые там подростки, им было лет 14-15, их, они, ну как, приехали в Вавилонское государство, они были взяты в плен, их избрали самых лучших, они закончили этот университет, 4.0 GPA, на самые лучшие оценки получили, все сдали экзамены, все замечательно в их жизни были, помните, они еще в самом начале соблюдали все, как нужно, делали, они не кушали там явства, какие не нужно было. Даниил положил в сердце свое мне скверниться, но тут наступает проблема, сложность, наступает явный период гонений в их жизни, потому что царь Новых Доносор строит истуканы. И он говорит, кто не поклонится, огненная печь. Можно было как-то это там, но всегда есть доносчики, не так ли? Они были на руководящих постах, они были на очень высоком посту, помните? Это евреи, они на руководящих постах были. И что проезжает, они говорят, вы знаете, вот там вот эти трое евреев, они твоему истукану не поклоняются? И там написано, Новых Доносор пришел в ярость, он идите сюда, у нас будет разговор. Правда ли про вас говорят, что вы не поклоняетесь моему истукану? Они говорят, мы твоему истукану не поклонимся. Они говорят, не поклонимся. И более того, они говорят, наш Господь силен избавить от этой огненной печи. А ежели даже не так, мы ему не поклонимся. И казалось бы, здесь можно, знаете, замечательная карьера, никто никогда и не узнает. Ну, тихонько поклонились. Но они говорят, не поклонимся. Они остались твердые в вере. И что происходит дальше? А дальше происходит следующее. Этих троих, там он приходит в ярость. Печь была разжена, как бы растоплена, чрезвычайно там написано. Так что, когда их бросали связанными в эту печь, то люди, которые бросали, погибли. Посмотрите, мы читаем Даниил 3, 23, а эти три мужа, Сидрах, Месаха, Родинага упали в раскаленную огнем печь связанные. Обратите внимание, Господь не избавил Сидраха, Месаха, Родинага от печи огненной, но он был вместе с ними. И мы сейчас узнаем, как он был вместе с ними. Мы читаем 24 стих на Водоханоносор. Царь изумился и поспешно встал и сказал, мы можем своих. Не троих ли мужей бросили вы в огонь связанными? Они в ответ сказали царю, истина так, царь, троих бросили. Истина так. 25 стих, но это он сказал, вот я вижу четырех мужей несвязанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид человеческого подобен Сына Божию. Господь в 90-м псалме он говорит, с ним я в скорби. В 90-м псалме. И Господь показывает нам, что Он не избавит нас от скорби. В данном случае Он не избавил этих трех людей от огненной печи, которая была, кстати, растоплена чрезвычайно, да? Я не помню точно, как это, да? Чрезвычайно. Сила огня убила даже тех людей, кто бросал. Но Господь будет с тобой в трудности. Господь будет с тобой в сложности. Господь будет с тобой, когда тебе будет тяжело. Мы смотрите, кстати, сам Сатана любит цитировать это место. 90-й псалом. Где это кто-то скажет? Как это Сатана цитирует Библию? Да, цитируют. Смотрите, мы читаем Матфея, 4 глава, 6 стих. Это то место, когда сам Господь был искушаем, да? Помните, после крещения Он был 40 дней и 40 ночей, искушаем в пустыне. Смотрите, 6 стих и говорит ему, Сатана, если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелам своим заповедую о тебе, на руках понесут тебя, да не предкнешься камень ногою твоей. А какое место Он цитирует? Он 90-й псалом цитирует. Наш любимый псалом, дьявол цитирует. Он использует этот 11 стих 90-го псалма. Смотрите, 7 стих. Иисус сказал, написано так же, не искушай Господа Бога твоего. И вот здесь возникает большой вопрос, не искушай Господа Бога твоего. Многие люди, которые приняли Христа, Евангелие благополучия сегодня, оно очень актуально. Кстати, кто-то, какой-то сделали опрос верующих, какая-то христианская организация в каком-то большом городе и спрашивали многих людей, вы верите в Бога? Нет. Почему? Потому что я разочаровался в Боге. И номер один причин, потому что Бог мне не помог в трудностях. Когда наступила скорбь, когда наступило переживание, когда люди попадают в сложную ситуацию, они разочаровываются в Боге. Это как раз то семя, которое было посеяно, да, на каменистом месте, да, об этом идет речь. Вы знаете, люди так же часто искушают Бога. Они искушают Бога. Особенно те, кто уверовал, бывает и такое, они искушают Бога. Если врач говорит, надо идти, сделать срочную операцию, они говорят, мне Господь исцелит. Искушают Бога. В Библии не написано, что не нужно идти к врачам. В Библии не написано, что не нужно слушать врачей. Не слушают советы врачей. Отказываются даже элементарные вещи продезинфицировать что-то, гангрена. Да, они неправильно питаются, потому что меня Господь исцелит. Мне не нужно то и то и то. Меня Господь спасет. А Библия учит нас. Смотрите, Матфея 4,7. Господь отвечает сатане. Не искушай Господа Бога твоего. Не искушай Его, потому что ты будешь... Смотрите, совет врачей не нужен, да. Мы же приняли крещение, мы дети Божьи. И нас Господь спасет, да. Но приходит скорбь или гонение за слово, потому что ты, Господи, не избавил меня от скорби. А у кого-то Господь забрал близкого человека. У кого-то случается беда, и люди разочаровываются. Иногда мы не знаем всей сути, да. Вот именно это место кремленам, которое написано, да. Кремленам мы читали, верующим все содействует ко благу, да. Кремленам да, вот сейчас я не найду это у тебя. Это место его сложно понимать, когда приходит трудность, большая трудность в нашей жизни, да. Нам очень сложно это вместить, понять, да. Ибо ангелам своим заповедую о тебе, охранять тебя на путях твоих. Это как раз, да. А где же ангелы? Почему они не помогли мне, когда мне было трудно, да. А смотрите, еще одно место, которое мы читаем. Деяние 14 глава, 22 стих. Деяние 14 глава, 22 стих. Утверждая души учеников и вещевая, пребывайте в вере и поучая, что... Знаете, кто это говорит? Апостол Павел и Варнава, они проповедуют новообращенным. Утверждая души учеников, увещевая, пребывайте в вере. Они говорят, что теперь вы уверовали, в вашей жизни будет все замечательно, ваш путь будет усыпан цветами. Нет, они такого не говорят. Павел говорит, по всей видимости это Павел, что многими скорбями надлежит вам, нам войти в Царствие Божие. Это говорит Павел. Это он учит новообращенных. Войти в Царствие Божие, потому что войдя в Царствие Божие, это кратковременная жизнь. Мы получим спасение, мы получим счастье, мы будем иметь жизнь вечную с самим Богом. Кстати, если вы прочитаете 14 главу чуть раньше, вы прочитаете очень удивительное событие, которое описывается в Деянии 14 главе апостола Павла побили камнями. Причем так побили, что его вытащили за город, вынесли за город. Я хочу вам сказать, что тогда, когда побивали камнями, били насмерть. Это была такая традиция, уж наверняка. Но когда собрались самые близкие люди, Павел вдруг встал и пошел. А затем он новым обращенным людям свидетельствует следующее. Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Некоторые спрашивают, почему мы отступили от Господа, почему мы вернулись в дом Египта. Помните, израильский народ все хотел вернуться в Египет. Они даже хотели побить камнями Моисея и Иерона один момент. Чаще всего, потому что я просил об исцелении близкого мне человека, а не произошло это исцеление. Я молился и не случилось. Господь не услышал, казалось, не услышал наш ответ. Эти люди, возможно, были под кровом Всевышнего, но они, как написано, соблазнились. Потому что пришли трудности в их жизни, пришли сложности в нежизии, гонения, как мы читали только что, Сидраха, Мессаха, Ординага и так далее. Третья категория. Терни и заглушила его. Терни и заглушила его. Иное упало, седьмой стих, тринадцатый главок Матфея. Иное упало в терни и выросло терни и заглушило его. Господь объясняет, а посеянное в терни означает того, кто слышит Слово. Но заботы века сего и обогащение богатства заглушает Слово. И оно бывает бесплодно. Я выписал три вещи. Заботы века, обощение богатства и это всеми бывает бесплодно. Три вещи. Удивительно, да? Эти категории людей, возможно, принимают крещение, возможно, они даже как-то служат Богу где-то. Возможно, искренне, неискренне, мы не знаем, начинают приносить, а вы знаете, начинают порой приносить плоды отступничества. Главное в погоне за чем-то там, да? Сегодня в Америке у нас столько возможностей, мы можем гнаться за чем угодно, да? Мы хотим, чтобы в нашей жизни было все благополучно здесь, на земле. Вы знаете, сегодня люди, которые считают себя верующими, смотрят огромное количество времени, проводят возле телевизора, возле ютуба. Многие даже на двух смотрят и здесь и там, чтобы не пропустить. Знаете, мой папа когда-то говорил, двум семьям он говорил, удивительная вещь, он говорил, что вы живете беспечно, да? Потому что все свободное время вы проводите возле телевизора, вы живете беспечно, заботы века, да? Молиться и читать Библии, у них нет времени, у этих людей, они отпали, эти оба семьи, и более того, эти семьи развалились, прошло время. Смотрите, и многие из нас здесь на земле хотят этого благополучия, да? Евангелие благополучия. Смотрите, что Павел пишет Коринфянам 15, 19, 1 Коринфянам 15, 19. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человек. Если в этой только жизни мы надеемся на Христа, как часто мы надеемся на Христа? Вы наблюдали за собой, как мы молимся. Помоги нам в учебе, в работе. Успех пошли, финансовые благополучия, машину пошли хорошую, супругу, супруга, здесь нам дай, Господи, там. Когда последний раз мы молились перед Господом, говоря, Господи, что Ты повелишь мне делать? Какой Ты труд для меня усмотрел? Что Ты хочешь, чтобы я делал, чтобы я был полезен для Тебя? Чтобы я был нужен для Тебя? Нет, мы сегодня хотим жить в этой жизни благополучно, комфортабельно, удобно. Кстати, есть две категории людей, которые отступают. Одни отступают, уходят из церкви, потому что слишком заняты и просто не приходят. Другие по-прежнему по инерции продолжают ходить в собрания, продолжают ходить в церковь иногда, потому что есть те, которые, те, которые, ну, родственники, которые, ну-ка, назад в церковь, ну-ка, приди. Есть те, которые вам не разрешат просто так, они будут вам звонить, лучше я приду, отсижусь. И все, есть те люди, и смотрите, эти люди любят, потому что мы Библию не читаем, да? Они любят цитировать следующее Ефесянам 2 глава 8-9. Ибо благодатью вы спасены через веру сие от вас, Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился, да? Хотя Павел объясняет Галатам 5-13. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к увождению плоти. Но мы сегодня, зачем служить Богу? Мы спасены, это Божий дар, не от дел, чтобы никто не городился. Все не так люди видят, понимают, и не надо читать Библию. Но это заблуждение. Это неправильно. А смотрите, еще какое место очень часто, я лично был свидетелем, люди любят цитировать это. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Они мне говорят об этом, и многим говорят, все, я могу делать что угодно. Но они почему-то умышленно пропускают первую часть этого стиха. А что там написано? Это 1 Иоанна, кстати, 1-7. Если же ходим во свете, подобно как и Он во свете, то имеем общение с друг другом. Если ходим во свете, то тогда кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если ходим во свете. Забота века, обольщение богатством, и оно бывает бесплодно. Нам совершенно этим людям, совершенно некогда читать Библию. Несмотря на то, что Библию сегодня можно слушать за рулем автомобиля, когда вы летите в самолете, когда вы занимаетесь даже каким-то делом рутинным, можно слушать Библию, можно найти ту версию Библии, тот перевод, который вам самый понятный. Если хотите, новый русский перевод есть. Я слушаю там новый русский перевод «Мой тезка Никита». Как же его там? Мне очень нравится. Попробуйте, если вам интересно. Это кто читает Библию? Чтец там, да. Я слушаю. Когда я еду в машине, я слушаю. Найдите время слушать Библию. Найдите заботы века. Мы сегодня развлекаемся праздным разговорами, осуждаем, обсуждаем и прочее. У кого сколько там чего? Машин, имущество. У кого сколько сучков в глазах. Помните, да? У кого больше домов, у кого меньше машин. Мы это сегодня любим обсуждать в домах наших, на наших беседах, да, личных, да, в семьях наших. Критиковать, осуждать, пересуживать. Ну, давайте помолимся, а мы тут имеем, что помолимся, мы будем обсуждать всех эти, да, это, 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 наверное, церковь последнего времени или как? Кстати, 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 а вы пробовали когда-нибудь у себя дома устроить разбор Библии. Разбор Слово Божие. Ну, у себя дома. За чашкой чая, может быть, пригласить еще кого-то. Кстати, может быть, пригласить тех, которые под тем или иным причинам давно не были в церкви. Мы не знаем, почему они не были в церкви. Пригласить их и начать разбирать Библию вместе с ними. И вы будете удивлены. Появятся некоторые люди сразу, которые пойдут на вас с доносом. Они будут говорить про вас, что там Библию неправильно разбирают. Там у них какая-то ересь. Там они, наверное, свою церковь хотят открыть. А если у вас письма соответствующие, что это вам нужно делать, вы будете удивлены. Нет, нет. Разговоры осуждать, обсуждать, пересуживать за столами нашими, с друзьями нашими. Это, пожалуйста, это никто не осуждает. Но если мы будем регулярно один час в какую-то неделю разбирать Библию, то найдутся те люди, которые пойдут и будут доносами ходить на вас и говорить, они там, у них ересь, они заблудились. И вы знаете, что еще говорят? Говорят, только священник может Библию читать. А то вдруг запутаемся. Но это противоположит Библии, это противоположит Евангелие. Нет, нет. Сегодня, собравшись вместе за столами нашими, обсуждая и осуждая кого-то, сколько у кого в глазах сучков, помните, бревна своих не видя, это мы можем. И сегодня, вы знаете, сегодня, возможно, это похоже на послание Иуды. Мы читаем 4 стих, ибо вкрались некоторые люди издавна, предназначенные к всему осуждению нечестивые, обращая благодать Бога нашего в повод к распутствию, отвергающими единого владыка Бога и Господа нашего Иисуса Христа. А смотрите Евангелие от Матфея, 7 глава. Берегитесь же лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри есть суть волки хищные, по плодам их узнайте их, собирают ли терновник с терновника виноград или с репейника с моквы. Обощение богатства заглушало слово, они бывают бесплодные. Вы знаете, это удивительно, но мне кажется, живя в церквях последнего времени, то есть, ходя, то есть, как бы наблюдая за общинами последнего времени, мне кажется, вот эти тернии, они просто пробиваются через камень, они пытаются уже проникнуть не только в это семя, они пытаются в церковь проникнуть, потому что люди постоянно что-то там. Это удивительно, обощение богатства заглушает. Многие люди видят церковь как клуб интересов, возможно, каких-то клуб развлечений, да. Люди, имеющие вид благочестия, Павел пишет 2 Тимофея 3,5, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Более того, люди, порой уходя из церкви, снимают эту маску благочестия. И там, вне церкви, вне стен этого здания, они проводят жизнь даже порой во грехе. Сегодня мы знаем, что многие сегодня называются верующими, но они, возможно, пьянствуют. Кто-то открыто, кто-то закрыто. Сегодня многие считают, молодые люди, жить до свадьбы, это нормально. Это противоречит Слову Божию. А кто же в 20 лет женится? Это лузер, если ты женишься. Это противоречит Библии. И многое другое, что делают сегодня. Смотрите, что пишет Павел Коринфянам. 1 Коринфянам, 10 глава 6 стиха. Это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы и назлое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, так как некоторые из них, о которых написано «Народ сел, есть и пить и встал играть». Не станем блудодействовать. Как некоторые из них блудодействовали, в один день погибло их 33 тысячи. Не станем искушать Христа. Как некоторые из них искушали и погибли от змея. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от вступления. Все это и происходило с ними как образы. а описано в наставлении нам, достигшем последних веков. Слово Божие учит нас также 26 глава 41 стих. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в воскушение. Дух бодр, плод же немощный. Среди этой жизни, когда очень много, очень много вот этих вот сорняков, которые растут, самое главное спасение для христианин – это бодрствовать, это находиться в молитве, находиться в молитвенном общении с Богом. Мы слышали, брат ведущий замечательно сказал, как нужно разговаривать с Богом. И разные люди находят, я очень согласен, разный повод, как часто мы разговариваем с нашим Господом. А может быть, только на ночь, уже засыпая, пробормотав несколько фраз или перед едой. И на этом наше общение с Богом заканчивается. Матфея 6 глава 24-25. «Никто не может служить двум господам, или одного будем ненавидеть, а другого любить, или одному станем усердствовать, а другому не родить. Не можете и служить Богу и мамоне, деньгам. Посему, говорю, вам не заботить для души вашей, что вам есть и что пить, ни для что и для тела нашего, во что одеться душа, не больше ли пищи и тела, одежды?» И вот здесь тоже может возникнуть непонимание. Если люди говорят буквально, «Все, я больше не работаю, я завтра бросаю работу, я не буду платить свои по счетам билы». Господь об этом не говорит. Понимаете? Так же, как искушают Бога, да, зачем идти к врачу? Врач говорит, делать операцию. Зачем делать операцию? Меня Бог защитит, искушают Бога. Библия об этом... Смотрите, что пишет Павел к Тимофею. Тимофею 5,8. «Если кто о своих домашних не печется, тот отрекся от веры, хуже неверного отцы, мужья. Это к вам, это к нам». Мы должны заботиться о наших семьях. Мы должны заботиться и переживать, чтобы была забота, чтобы было... Понимаете, это очень важно. Но если мы ставим сегодня во главу угла наши деньги, и мы сегодня все хотим ради денег, возможно, даже не работая где-то каким-то, возможно, любыми путями обогатиться, возможно, нечестным, возможно, бросить все и делать только для того, чтобы обогатиться, Господь утвердит, говорит, не можете служить двум господам, не можете обольщения богатства. Люди тратят на это все, всего себя и многое другое. И, наконец, последнее, будем заканчивать. Прочитаем, еще есть христиане, посаженные на доброй земле. Христиане, посаженные на доброй земле. Давайте прочитаем. Это Матфея 13 глава 8 стих. «Иное упало на добрую землю, принесло плод, одно в сто крат, другое в шестьдесят, иное в тридцать. И Господь объясняет, посеянное же на добрую землю означает слышащее слово разумеющего, которое и бывает плодоносим, так, что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать». Христиане, посаженные на доброй земле. Я хочу сегодня вернуться к Псалму 90. Это те, кто под кровом Всевышнего. Это те, кто сегодня под кровом все живых крестьяне, эти, которые приносят добрый плод. Давайте зададим вопрос. А когда я принес последний раз последний плод, хороший плод? Какой плод я принес? А что я делаю полезного, Господи, для Тебя? Когда я последний раз молился и обращался к Господу, я хочу Тебе служить. Мы забыли, когда мы это делаем? Приносит плод свой во время свое? Смотрите, мы читаем 1 Коринфянам 37. «Посему насаждающий, поливающий есть ничто». Кто-то скажет, это я проповедовал. Нет. Павел пишет. «Но все Бог взращивающий, потому что Господь может взращивать». 1 Коринфянам 3 глава 12, 16. «Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, что ты строишь, дорогой друг. Дело обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается. И огонь испытает дело каждого, какое он есть. У кого дело, которое он строит, устоит, тот получит награду. У кого дело сгорит, тот потерпит врон. Впрочем, сам спасется. Ну, как бы из огня. Разве вы не знаете, что вы, храм, храм Божий и Дух Божий живет в вас. Псалом 91, 13, 16 стих. «Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобен кедру на ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, и сочны, и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет правды, и нет неправды в нем, и нет неправды в нем». Я хочу прочитать сегодня еще одно место, которое я не успел себе записать. Это место написано Кремленам, 2 глава, 7 стих. Кремленам, 2 глава, 7 стих. «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, ищу ли я сегодня жизнь вечную, ищу ли я сегодня то, как я хочу послужить для моего Господа, как я хочу потрудиться для моего Господа, и я сегодня ищу только то, что здесь для меня комфортабельно, хорошо, удобно и замечательно, да? Господи, в чем Твоя воля для меня? Я бы хотел, чтобы каждый из нас задал этот вопрос. В чем, Господи, Твоя воля для меня? Господи, что Ты повелишь мне делать? Что Ты хочешь, чтобы я делал для Тебя? Давайте помолимся. Благодарим Тебя, Всего и Господи, что ты оживаешь, за то, что ты обращивал ко мне и ко всему. Но тебя за день не оставляешь, и ты такой, как мы могли бы сойти, но из Тебя, мы и ничего не можем терять, чтобы ты в нашей жизни был в моей жизни, чтобы с ней мы растим в том, что мы в мире. Аминь. Аминь. Господь Иисус Христос, спасибо Тебе за то, что Ты оставил для нас это научение, Господи, это учение. И мы имеем эту такую величайшую привилегию, когда мы можем читать эти слова. Многие эти слова отвергают, Господи, но мы имеем эту привилегию, слышать это слово, Господи. Ты учишь нас, что многие святые, многие пророки желали бы услышать это, желали бы увидеть, но сегодня Ты на страницах Библии открыл нам, передал нам, и мы можем читать это святое слово Твое, Господи. Помоги, чтобы это слово было не напрасно в нашей жизни, в моей жизни. Умоляем Тебя, именем Иисуса Христа. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Как ты велик, как ты велик Как ты велик, как ты велик Аминь Мы начали наше служение с тех слов, что Мы слышали, как Иисус Вот стоит, да, и говорит Вот моя семья Да, ему говорят, вот там мама, твои братья пришли Он говорит, no, you're my family Сегодня мы можем сказать, что мы часть этой семьи Каждый становится сыном и дочерью Когда он принимает Иисуса в свое сердце И, конечно же, когда идет вот такое разделение Потом мы слышали прекрасную проповедь Спасибо, Никита Мы много, наверное, раз слышали вот эти вот Parables, да, вот эти вот истории Которые, ну, много разных категорий Да я не знаю, может это только я себя так Ставлю на разные полочки Но когда мы слышим это, мы сразу говорим Ну, я, наверное, не тут Может где-то там, да, вот Мы себя определяем в какую-то из этих категорий И, конечно же, хочется, чтобы верующие люди Которые выбрали идти за Богом Они себя поставили вот эту вот плодовитую категорию Да, вот хорошая почва, да Где она вот посаженная, правильно выросла Не сильно быстро, не сильно медленно Без разных камней, без разных сорняков, да И когда мы понимаем, что мы вот в этой категории Да, вот Иисус стоит, говорит You're my team Вы на моей команде, да Вы в моей семье И мы читаем чуть дальше, что Какие вот Что дальше должно быть, когда мы становимся в этой команде And the one whom seed was sown on the good soil This is the man who hears the word Understands it And bears fruit Слышать Понимать Приносить Я хочу закончить наше служение с того, чтобы напомнить вам, что Я верю, что церковь, поставленная Христом, это место, где мы можем найти для себя работу Каждый верующий человек должен что-то делать для Бога И когда ты идешь на работу, да Ты понимаешь, что тебе за это платят деньги Ты понимаешь, что ты должен Нести какой-то определенный уровень качества, постоянства Ты должен понимать, что твоя компания делает, что от тебя ожидают, да И ты периодически должен себя проверять Или если нет, то там другие тебе могут сделать проверку Господь дает нам, чтобы мы сами себя оценили Сколько плода мы приносим Да Потому что там дальше написано, что Такой человек приносит плод, кто во сто крат, шестьдесят, а кто в тридцать Может мы где-то Может у нас где-то пошел прерыв Может мы вообще там Какие-то десять процентов только Богу приносим Профит, you know Надо сами себе сделать оценку Что мы приносим Мы должны что-то приносить Otherwise it's useless Бесполезно тогда мы Я хочу нам это оставить Чтобы то, что мы здесь слышим Чтобы мы вот эта вот цепочка, да Она, я помню, я молодежи учил, да Вот есть четыре, четыре steps Four steps to Bible study Вот изучая Писание, да Молодежь, what's step number one? Seeing, да, видеть Потом understanding В конце идет responding Мы должны отреагировать к тому, что мы слышим И здесь оно и записано, что мы должны что-то принести обратно Богу Если мы день за днем, неделю за неделю просто слышим И понимаем И все очень четко слышим и понимаем Но мы ничего не приносим То какая от нас польза? Я хочу, чтобы мы очень хорошо вот могли приносить Богу То, что мы слышим и понимаем Аминь Аминь Благословит нас в этом Господь Закончим молитвой Отец наш Спасибо тебе за прекрасный день За слово, за пение, за общение Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты благословил каждого Благослови нас, Господь Чтобы мы Слышали, понимали, Господь Чтобы это вот Семя, которое было посажено Чтобы оно вросло, Господь Чтобы оно возросло И чтобы оно приносило эти плоды, Господь Чтобы мы гордились этим Бог, что мы служим Тебе А не какому-то другому Никакой другой вещи Никакому-то другому, Господь Идолу, Господь, но только Тебе Я прошу Тебя, благослови нас в этом Когда мы уйдем отсюда Когда мы живем нашу повседневную жизнь Чтобы мы помнили Что мы должны приносить Тебе Что мы должны, Господь, как-то реагировать на то Что мы знаем и понимаем, Боже Благослови каждого Благослови тех, кто, может быть, тебя еще не знает лично Прошу Тебя, благослови Чтобы слово Твое действовало Чтобы люди приходили к покаянию Чтобы люди понимали, что без Тебя жизни нету Опять прошу Тебя, Господь, за тех молодых людей Которые принимают решение Вступить и заключить завет с Тобою Бог, благослови их Дай им, Господь, стоять твердо в этом решении Не колебаться И отстоять все эти нападения, Господь Благослови всю Церковь Твою Когда мы разойдем отсюда Будь прославлен за все Наш Бог Аминь С миром Божьим Аминь С миром Божьим Субтитры сделал DimaTorzok